здарова народ с вами варчик в этом видео я помогу вам разобраться стоит ли потеть ради и миль 19 51 за линию фронта который там можно получить бесплатно поскольку требуется для него довольно таки много очков то поиграть в линию фронта придется много чтобы его получить или можно не париться и взять танчик на который очков надо намного меньше я вам задам простые три вопроса ответив на них вы четко поймете нужен ли вам этот танк или нет и первый же вопрос для большинства уже сразу поставить точку на этом танке или даст возможность вам задать еще следующие два вопроса итак важна ли вам броня в тяжелом танке если вам нужна надежная броня у тяжелого танка то вы пришли не по адресу это не миль 19 51 надежности в броне у этого танка нет и какой-нибудь из 3 на бэбэшках в башню стоя ровно перед вами будет пробивать вас 50 на 50 если вы сейчас своими лапками потянулись клавиатуре писать комментарии что за такие проценты 50 на 50 пробивать в башню не нужно этого делать не показывайте что вы не разбираетесь в игре я вам сказал 50 на 50 значит 50 на 50 имея броню в самом толстом месте которая танкует обычные снаряды одноклассников раз через раз мы никакой уверенности в броне не получаем соответственно если вы очень часто поставляетесь под врагов и даете им по себе стрелять то этот танчик вас разочарует право на ошибку он вам не даст если играть от рельефа он отбивает башни снаряды но это не стопроцентно следующий вопрос умеете ли вы пользоваться скоростью правильно ли вы ее реализовываете в бою насколько хорошо читаете карту чтобы вовремя перемещаться для своей выгоды поскольку этот тяжелый танк не про броню а про перемещение по карте от позиции к позиции если вам нужен какой-то толстый плотный тяжик которые просто приезжают на фланг и лоб в лоб рубится с врагами этот танк вам точно не подойдет поскольку брони у него такой жесткой нет да и пользоваться нужно скоростью а пользоваться скоростью это не рубиться лоб в лоб это искать пути для заезда сбоку каких-то выгодных позиций и в целом на этом танке нужно играть от башни в ближнем бою обманывая врагов и заезжая с неудобно для него позиции что нынешнее время делать world of tanks крайне тяжело и для этого нужно быть очень внимательным и сильным игроком ну и последний вопрос который я вам задам раздражает ли вас кривая пушка поскольку мало того что сама точность у этого танка плохая так еще и сведения ужасно даже по меркам тяжелых танков если вас пушки кривые раздражают то этот танк тоже для вас не подходит вот три вопроса на которые вам нужно ответить нужна ли вам броня хорошо ли вы пользуетесь и правильно ли пользуетесь скоростью и раздражают ли вас кривые пушки и вы поймете нужен ли вам этот танк или нет но какие же плюсы у этого танка если мы все же его возьмем во первых он довольно таки динамичный как для тяжелого танка хотя маневренность у него такая себе тоже все-таки тяж и поворачивается он вяло у него очень хорошие ввн и пушка опускается невероятно сильно принципе как и у всех шведских тяжей также хорошее пробитие 217 базовым снарядом а вот голда такой себе там 240 чем-то это не очень тем более под калибр в принципе голда нам особо здесь не понадобится почему нам не понадобится здесь голда почти никогда во первых пробитие голдой под калибром 242 это просто ни о чем тем более на фоне пробития основным снарядом 217 во вторых если мы будем стрелять в бронированные танки с нашей точностью 0 4 и сведением 3 секунды скорее всего мы никуда не попадем и стреляться лоб в лоб с бронированными танками выцеливая им уязвимой зоны это не наша игра наша игра заехать где-нибудь сбоку и настрелять в силуэт в корму или в борта поскольку лоб в лоб этот танк может бодаться только с ватными танками вот уже и вырисовывается геймплей этого танка нам нужно пользоваться скоростью для того чтобы заехать так чтобы нам не пришлось ничего выцеливать потому что этот танк не способен выцеливать он-то и в силуэт иногда может не попасть при полном сведении он конечно может и вдаль даже попасть но опять же это все зависит не от нас есть бои когда летит есть бои когда не летит имея такую пушку которая попадает когда повезет стреляться лоб в лоб особенно с бронированными опасными врагами нам точно нельзя поскольку мы будем допускать ошибки которые даже от нас не зависят поэтому у нас есть скорость которой нужно пользоваться объезжать врагов и наказывать также мы можем хорошо играть от башни да и кстати у нас барабан на три снаряда с альфой 360 1180 урона в барабане этот урон конечно нам не позволяет убивать восьмерку за один барабан но вот половинчатые танки мы можем съедать мне это танк иногда очень нравится иногда нет все зависит от карты и от уровня боя плюс еще какое количество бронированных танков если очень много ватных танков и уровень боя пониже плюс еще карта какая-нибудь холмистая играть очень приятно этот танк буквально сам набивает кучу урона танкует от башни против низких уровней все пробивает в силуэты довольно таки быстро за счет альфы и барабана накидывает кучу урона играть невероятно офигенно но как только попадаются какие-то корявенькие городские карты высокие уровни все бронированные играть становится невероятно тяжело пушка кривая брони нет пользоваться нужно скоростью а куда ее сувать эту скорость городе а лоб в лоб бодаться вообще не вариант в целом вышел прикольный такой танк довольно таки интересный если бы не одно но пушка очень кривая а я пушки кривые не люблю если бы пушка была хоть немного приятнее я думаю на этом танке я бы играл с удовольствием и геймплей у этого танка мне нравится он прикольный но кривая пушка это чересчур есть люди которым этот танк сильно понравился есть люди которые этот танк ненавидят этот танк не имба не говно он просто для некоторых людей под определенный геймплей с вами был варчик играть красиво пока а